Дорогие друзья, мы продолжаем нашу работу и я с огромным удовольствием хотел бы представить, а затем передать слово руководителю администрации президента Российской Федерации Сергею Венчу Нарышкину и представить старого вашего знакомого, помощника президента Российской Федерации Аркадия Владимировича Дворковича, который в прошлом году в этом зале выступал перед вами за большинство сообщений. Сергей Ильич, вам слово. Добрый день, уважаемые друзья. Я рад приветствовать вас здесь, в Москве и с большим удовольствием согласился участвовать в работе вашего форума. К сожалению, президент России Дмитрий Анатольевич Медведев вынужден был сегодня изменить график своей работы, но просил передать вам самые такие теплые слова приветствия. Он внимательно следит за работой вашего форума, вообще поддерживает этот уникальный и замечательный проект. Знаю, что даже он познакомился с материалами, которые опубликованы в последнем номере вашего журнала и проявил к работам, которые вы ведете, довольно большой интерес. Ваша программа появилась три года назад и вызвала у нас большой интерес и большой интерес со стороны университетов России и Соединенных Штатов Америки. И это не случайно, потому что все мы думаем о нашем будущем, о собственном будущем, о будущем наших родных и близких, о будущем наших стран. Ну а это будущее лежит и находится как раз вот в ваших руках, в руках таких же молодых, инициативных и стремящихся к поиску людей, как вы. Современный мир сейчас представляет уникальные возможности для самого широкого общения между людьми и прежде всего между молодыми людьми. И тот барьер в виде больших расстояний между странами и континентами, который существовал раньше, в больших географических расстояний, он сейчас в силу развития информационных, коммуникационных технологий уже отсутствует. И это дает большие преимущества для такого сотрудничества, для организации самых широких молодежных контактов. Мы, российское правительство, президент, самым таким горячим образом поддерживают развитие такого рода контактов. Этот год в нашей стране наполнен очень большими такими историческими юбилеями. 20 лет назад на всем постсоветском пространстве произошли масштабные изменения, которые, конечно же, сыграли огромную роль в исторической судьбе России, и не только России, а всех стран, которые расположены на так называемом постсоветском пространстве. Эти годы были годами таких масштабных перемен, и в том числе и трагических событий. Не все удавалось в новой современной России сделать так и в такие сроки, как хотелось бы, но можно сделать главный вывод, который состоит в том, что молодая и демократическая Россия есть, она состоялась. В России активно идут процессы модернизации, и не только модернизации, которые относятся к сфере экономики, к сфере развития и внедрения новых технологий, модернизация идет во всех сферах общественной жизни. Это и модернизация политических институтов, изменение избирательного процесса, реформа политических партий, реформа некоммерческих организаций, правоохранительной системы, судебной системы и так далее и тому подобное. Конечно, мы не имеем права не следить и не быть в фарватере глобальных мировых процессов, мы не имеем права не участвовать в глобальной конкуренции на международной арене, и в этой связи особый упор в последние несколько лет сделан на такую широкую программу модернизации российской экономики. Вот в течение уже трех лет под председательством президента России работает комиссия по модернизации. Этот процесс президент начал в 2008 году, может быть, в разгар такого глобального экономического кризиса. Мы понимали, что модернизация и инновации – это всегда риск, но еще больший риск не участвовать в инновациях, не создавать инновации. И мы понимаем одновременно, что самые главные инновации должны проходить в сфере образования, не только высшего, но и общепрофессионального образования. И в этой связи сейчас мы активно внедряем инновационные технологии, инновационные программы в средней школе, в высшей школе, и понимаем, что за этим будущее. Мы также понимаем и роль образования и культуры в современном мире. Если раньше считалось, что просвещение, культура – это лишь фактор, который оказывает существенное влияние на процессы формирования личности, на обеспечение прав и свобод граждан, то сегодня мы не можем не понимать, что сегодняшняя современная культура и образование – это и мощнейший инструмент социально-экономического развития. Это и мощнейший инструмент социально-экономического развития страны. Если говорить о российско-американских отношениях, то я должен выразить наше удовлетворение тем, что наш диалог на всех уровнях развивается позитивно и конструктивно, и особенно в последние годы, которые в российско-американских отношениях называют периодом перезагрузки наших отношений, мы стали лучше понимать друг друга, лучше слушать друг друга, лучше чувствовать те проблемы, которые стоят перед нашими двумя странами. И должен сказать, что за эти годы был достигнут такой существенный прогресс в развитии наших двухсторонних отношений, и примером тому могут служить и достигнутые договоренности, и подписания, и ратификация соглашения о стратегических наступательных вооружениях, это соглашение, которое, наверное, стало одним из главных политических событий международной жизни первого десятилетия 21 века, соглашение, которое во многом стабилизирует всю международную ситуацию. Наверное, можно говорить и о большом весомом достижении, достигнутое соглашение, так называемое соглашение 1, 2, 3, соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Мы, две наши страны, долго шли к этим договоренностям, они, наконец, достигнуты и уже начаты совместные глубокие работы по исследованиям и разработке новых инновационных атомных ядерных реакторов и совместной работой в области обеспечения глобальной ядерной безопасности. Мы чрезвычайно удовлетворены тем, как начинается и наше двустороннее сотрудничество на так называемом модернизационном треке. Эффективно действует и совместная президентская комиссия, в работу которой вовлечены практически все государственные ведомства наших двух стран. Сейчас главное – это продолжить, планомерно создавать так называемую добавочную стоимость в наших отношениях, ну, сохраняя и приумножая те успехи и те достижения, которые мы фиксируем вот в последние годы. У нас есть, конечно, и проблемные вопросы, не будем это скрывать. Это в том числе и вопрос, который касается систем противоракетной обороны. Но пока нам не удалось достичь общего понимания этой проблемы, мы не можем быть удовлетворены тем, как считают наши американские коллеги, что при создании так называемой Европро достаточно со стороны наших западных партнеров услышать устные заявления о том, что эта система, система Европро, не направлена против Российской Федерации. Признаться, наша такая логика несколько удивляет. Почему в части вопросов и проблем стратегических наступательных вооружений подписано юридически обязывающее соглашение, и это признано всеми. А почему в вопросе ПРО и Европро такого юридически обязывающего соглашения не может быть? Но, тем не менее, мы продолжаем вести переговоры с нашими и американскими, и европейскими партнерами, и понимаем, что это процесс, процесс, который может, конечно, занять какое-то время. Я говорил о том, что современный мир, современные технологии дают возможности такого самого широкого общения. Но, тем не менее, личное общение, такие поездки и молодежи, да и вообще граждан наших стран, они необходимы. И мы всячески выступаем за либерализацию так называемого визового режима. Особенно острый диалог у нас стоит с нашими европейскими партнерами. Мы считаем, что существующие визовые ограничения и визовая политика, она затрудняет контакты гуманитарные, научные, политические контакты между нашими странами. Ну и, наверное, это действительно так, если вспомнить совсем недавнее прошлое, ну, может быть, недавнее прошлое вот для нас, а для вас не совсем так, когда существовали два блока, восточный и западный блок, когда существовал так называемый железный занавес между двумя частями мира. И одним из элементов этого железного занавеса была вот эта вот жесткая визовая система. И, очевидно, визовый режим со стороны Советского Союза был более жесткий. И, так сказать, мы берем большую, большую, наверное, часть вины на себя. То сегодня нет холодной войны, нету железного занавеса, но эта визовая система сохраняется. И мы призываем наших партнеров, ну, повторяю, прежде всего, европейских партнеров, вот побыстрее освободиться от менталитета, от образа мыслей времен холодной войны и, наконец-то, если не избавиться, то существенно снизить вот так называемые визовые барьеры. Не могу не сказать несколько слов о проблеме вступления Российской Федерации во Всемирную Торговую Организацию. Наш путь, путь Российской Федерации, ВТО, уже насчитывает 18 лет. В 1993 году наша страна подала заявку, и вот в течение 18 лет мы ведем такие упорные переговоры. И, опять-таки, должен сказать, очевидно, благодаря вот этой перезагрузке российско-американских отношений в последние два года достигнут значительный прогресс, благодаря усилиям, в том числе, и администрации президента Обамы. У нас решены полностью двусторонние вопросы по проблеме вступления России в ИТО между двумя нашими странами. У нас завершены переговоры в многостороннем формате. И, повторяю, решены все экономические вопросы вступления России в ИТО. Остается одна преграда – это такая политическая позиция одной из стран, которая выдвигает свою, я бы сказал, такую не экономическую, а политическую повестку дня. Эта страна называется Грузия. Но, тем не менее, мы рассчитываем на влияние наших партнеров, в том числе американских партнеров, на политическое руководство этой страны. И рассчитываем, что вот такой 18-годичный процесс наших переговоров на этом треке, треке вступления в Россию в ИТО в этом году может завершиться. Я еще раз хочу сказать, что с большим удовольствием участвую в работе этого форума. Хотел бы передать еще раз привет от Дмитрия Анатольевича Медведева и готов ответить на ваши вопросы, равно как и мой коллега, помощник президента Российской Федерации Аркадий Дворкович. Мы к вашим услугам. Должен сказать, что интересно было бы послушать не только ваши вопросы, но и ваши точки зрения по различным проблемам, которые в вашем кругу обсуждаются. Нам интересно это услышать, потому что молодость — это то время, когда человек может каждый день генерировать совершенно разные идеи, которые, может быть, сегодня кажутся и такими утопическими, а пройдет несколько лет, и эти идеи по-настоящему двигают мир. Спасибо. Может быть, мы попросим сначала Аркадия Владимировича несколько слов сказать, а потом... Я не собирался много говорить, но буквально три вещи. Первое — то, что существует три года, как правило, дальше уже живет и процветает, поэтому надеюсь, что трехлетняя годовщина станет отправной точкой для успешной дальнейшей работы вашего, нашего форума. Во-вторых, мне кажется, что если раньше только Соединенные Штаты были страной больших возможностей, то сейчас и Россия тоже стала страной больших возможностей, призываю вас этими возможностями воспользоваться. А если кто-то из наших коллег будет мешать этому, сообщайте. И третье — у нас есть Российско-Американская комиссия, которую курируют два президента. Надеемся услышать или увидеть на бумаге ваши предложения для работы этой комиссии, чтобы в рамках комиссии были приняты совместные решения, которые позволили бы продвинуть совместные проекты между университетами, между научными центрами, учеными, между политиками, институтами гражданского общества, всеми теми, кто заинтересован в развитии наших отношений и в нашем взаимном успехе. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Господин Нарышкин, господин Дворкович, спасибо вам большое за выступление. Меня зовут Дэвид Зохрабян. Я один из учредителей и руководителей форума. Я хотел выразить вам слава и благодарность за поддержку нашей инициативы. Понимая, что инициатива находит отклик в самых высших слоях нашего государства и американского также, безусловно, она помогает и придает нам силы для дальнейшей работы. Вопрос, который я хотел бы задать, с вашего разрешения, касается новой концепции большого правительства, которую недавно Дмитрий Анатольевич выдвинул на встречи со своими соратниками. И вопрос следующий. Вот те исследования, которые ребята в течение зимы, каждой зимы на протяжении трех лет, проводят в рамках форума, в рамках СТЭМСКО-Российско-Американского форума, каким образом они могли бы найти отклик в большом правительстве. Потому что, насколько я понимаю, большое правительство – это нечто, похожее на концепцию гражданского общества. И то, что делаем мы совместно с нашими американскими коллегами, очень тоже идет в русле с понятием гражданского общества. И, возможно, есть какие-то пути взаимодействия тут. Например, некоторые из наших проектов мы уже работали непосредственно с Министерством экономики, мы работали с Федеральным агентством по контролю за оборотом наркотиков, и мы подготавливали рекомендации для фонда Сколокова. И я бы хотел услышать Ваши комментарии на эту тему. Спасибо большое. Спасибо большое за то, что внимательно следите за развитием политической ситуации в нашей стране, за теми идеями и предложениями, с которыми выступает президент России Дмитрий Анатольевич Медведев, и, в частности, идея формирования так называемого большого правительства. Если совсем коротко, то концепция большого правительства состоит в том, чтобы вовлечь в работу по формированию программных установок, планов и концепции развития нашей страны различные политические силы, политические партии, экспертное сообщество, иные общественные и неправительственные организации, и сделать это на такой действительно широкой и прозрачной гласной платформе. Работа над формированием такого большого правительства началась. Вот сегодня Дмитрий Анатольевич Медведев проведет такое совещание, встречу с, может быть, теми, кто войдет в так называемое большое правительство. Поэтому голос форума Стэнфордского российско-американского форума тоже может быть услышан, и, как я уже сказал, молодым людям свойственно вот такое инновационное новое мышление, и вы это уже доказали по результатам той работы, которую ведете в течение почти уже трех лет, или трех лет, поэтому ждем в этом смысле предложений с вашей стороны. Спасибо большое. Спасибо большое. Игорь Истомин, НГИМО. Я хотел задать вопрос. Вот вы уже несколько раз говорили о том, что форум существует уже три года, и действительно такие встречи стали доброй традицией, и форум развивается, растет, ведет работу и в виртуальном тоже пространстве, это позволяет взаимодействовать больше и интереснее, и богаче. Но вот возникает вопрос о том, готовы ли мы довольствоваться таким постепенным развитием, или, может быть, можно говорить о необходимости какого-то качественного развития и выхода из этого форума на более системное взаимодействие. Потому что, если вы уже упоминали о наших европейских коллегах, то и в НГИМО уже имеется множество примеров совместных программ и магистрских и других по сотрудничеству. Может быть, консорциум какой-то российских вузов, таких как НГИМО, высшая школа экономики, МГУ, Академия народного хозяйства. Мы могли вместе с американскими партнерами, с Тенсфордским университетом, с другими ведущими вузами создать какие-то уже более системные программы, образовательные программы, которые привлекали и тех, кто сегодня здесь есть в зале, и тех, кто хотел бы и мог бы участвовать. И это приобретало бы формат уже регулярного образовательного и исследовательского процесса. Спасибо. Мы постарались по очереди отвечать на вопросы. Аркадий Владимирович. Я думаю, что инициатива наказуема, и если такие идеи есть, то сначала мы должны их продавить через своего ректора. Это, надеюсь, не очень сложно будет сделать. Он, соответственно, должен договориться со своими коллегами здесь, с руководителями ведущих российских университетов, которые пользуются уважением, имеют высокую репутацию, в том числе и за рубежом, а не только в России. И тогда уже выйдет, например, с инициативой как раз ту комиссию, о которой я говорил, комиссию, которую курируют президенты двух стран. Именно там это решение можно будет продвинуть уже как совместное решение, как совместный проект, возможный для осуществления ближайшие годы. Я в этом ничего очень сложного не вижу. Нужна просто взаимная воля и конкретные предложения. Но предложения должны идти снизу, а не сверху. Спасибо. Спасибо. My name is Tim Yaushovitz. I'm a Stanford student, a second-year student. And first off, I would really like to thank you for the opportunity to be here. I think we're all very motivated by the fact that, you know, the president is personally taking an interest in this conference. And also that we're able to discuss this with high-level government officials. So my question mostly concerns the fact that CERF is intimately concerned with U.S.-Russia relations and everything that it has to do with it. And it's quite interesting to observe the recent period, especially following 2008 and the so-called research strategy. And as you mentioned, there has been quite some development in the field in the sense of, you know, the strategic nuclear arms reduction, etc. But I feel that a lot of us in this room also feel with me, I believe, that while there has been quite some substantive, let's say, milestones, it's very hard to talk about true breakthroughs. So I'm wondering, especially at the time of March 2012 in the post-election period, what are the substantive fields that you feel could be further engaged and what are the concrete steps that you would take in order to further the relations between U.S. and Russia? Thank you. You are absolutely right. Такое позитивное развитие российско-american отношений является важным стабилизирующим фактором в целом мировой политики. От того, насколько ответственно и согласованно будут вести себя для нашей страны, будет во многом зависеть и спокойствие на планете. Вы правильно делаете акцент на том, что 2012 год – это выборный год для наших двух стран, и задаете вопрос, так сказать, насколько будущие выборы могут повлиять и на развитие двухсторонних отношений, а значит и в целом на ситуацию в мире. Я уверен в том, что накопленный позитивный опыт развития двухсторонних отношений за последние три-четыре года имеет существенное и очень важное значение с точки зрения преемственности. Преемственности в политике и Российской Федерации, и Соединенных Штатов Америки. Опыт этот дает возможность и политикам, и политическим партиям, и избирателям, населению наших двух стран, видеть, в каком направлении следует двигаться и какие позитивные результаты вот такая позитивная повестка дня приносит для наших двух стран и для мира в целом. Я ни в коем случае не сомневаюсь, что внешняя политика Российской Федерации после завершения сначала парламентских, а потом президентских выборов, политика в отношении Соединенных Штатов Америки изменится, уж тем более в худшую сторону. Нет, я полностью уверен в том, что преемственность этой политики будет сохранена. Спасибо. Я буквально один пример приведу конкретный. Я считаю, что он является следствием того позитивного настроя, который есть у лидеров. Сейчас недавно совсем было заключено соглашение о создании университета в Сколково, соглашение между фондом Сколково и MIT. Это крупнейший партнерский проект MIT в истории этого университета. А MIT, очевидно, наряду со Стэнфордом, конечно, один из лучших мировых университетов. Стэнфорд не смог конкурировать только за этот проект, только в силу большей удаленности географической от Москвы, от Сколково. И этот проект будет реализован. Я в этом не сомневаюсь. И Сколковский университет, как совместный партнерский проект, станет также успешным глобальным университетом. Но он был бы невозможен, если бы не то, что произошло между нашими странами за последние три года. Господин Дракович, у нас как раз есть бывший учредитель Сёрфа, соучредитель Сёрфа, с которым мы три года назад как раз организовали эту инициативу. Как раз сейчас она работает в Сколково, с американской стороны. Я знал, что у нее есть вопросы. Я бы тоже хотел ей дать слово. Спасибо, Дэвид. Это приятное, что вас встретили в третьем раз, господин Дракович. Меня зовут Анна Гинска, и я работаю в Сёрфа. Я работаю Сёрфа в Дэвид три года в Москве, в 2008. И я recently graduated from Stanford и решила продолжать работу в УС-Руссии. Я работаю в Сколково, Калифорния, в Сёрфе. Я работаю в двух человек. Я работаю в Сёрфе. Я работаю в Сёрфе. Я работаю в Сёрфе. Я думаю, что если вы хотите создать инновационный хуб в Руссии, вы должны приглашать много разных форсов, с Силикон Балиейом, который является главным форсовом. Я думаю, что ваша vision для развития в Сёрфе в Сёрфе в Сёрфе? И я думаю, что я также рекомендую вас добавить больше ресурсов в то, что вы уже ставите в Калифорния офис, и в общем, в развитии Сколково в УС. Спасибо. Спасибо за вопрос. Во-первых, Калифорнийский офис является, насколько я знаю, если не ошибаюсь, офисом сразу нескольких институтов развития, не только Сколково, но и Роснано, российской венчурной компании. Я не помню, Внешэкономбанк тоже или нет? Нет, трёх компаний, да. И мне кажется, что это очень важно, поскольку эти три института взаимодополняют друг друга и вместе могут действительно решать серьёзные задачи. Второе. Главная задача на ближайшее время у Сколково – это всё-таки формирование сети взаимодействия внутри России. Установление связей с российскими университетами, вовлечение как можно большего числа российских компаний, учёных, профессионалов в других сферах, в сфере венчурных инвестиций, в свою деятельность, в свою орбиту. Потому что Сколково – это не только то, что есть на небольшой территории около Москвы, это зонтик для реализации инновационных программ во всей России. Но, конечно же, эта задача не будет решена без открытости для связей между Сколково и зарубежными центрами, специалистами. Один из инструментов решения этой задачи – это импорт мозгов. Это привлечение специалистов, знаний из-за рубежа. У нас очень много хороших учёных, но у нас есть серьёзные пробелы в том, что касается коммерциализации, в том, что касается перенесения научных идей в бизнес-среду, патентования, выхода на рынок. И эти пробелы нам надо заполнить. Мы должны научиться это делать. Одновременно дав возможность заработать тем, кто готов к нам приехать и кто готов с нами работать. Или даже не приехать, а делать это на расстоянии. Мы будем это делать. Сколково сейчас уже несколько десятков партнёрских соглашений с крупнейшими зарубежными компаниями, с отдельными университетами, научными центрами. И уже работает немало иностранных специалистов. Повторяю, Сколково не единственный институт, который нацелен на решение этих задач, недавно был создан, например, Российский фонд прямых инвестиций, который призван стимулировать привлечение иностранных инвестиций в Россию за счёт разделения рисков между российским правительством и иностранными инвесторами. В этом фонде примерно половина управленческой команды – это иностранные специалисты. Либо те российские специалисты, которые поработали за рубежом в зарубежных компаниях. Этот опыт будет и дальше применяться во всех наших самых передовых проектах. Но мы, конечно, рассчитываем, что этот опыт позволит нам накопить знания внутри России. – Анна, я испытал такое мгновенное чувство ревности, когда вы сказали, что рады видеть Аркадия, и задали вопрос ему. Ну, пока Аркадий отвечал на вопрос, я проанализировал. Нет, я понял, что это так только потому, что вы с Аркадием встречаетесь уже не первый раз, а со мной первый, поэтому я рассчитываю, что на следующей встрече вы зададите вопросы мне и даже, может быть, скажете, что рады и меня видеть, а не только Аркадия. – Я прошу прощения, мне надо ехать на ту самую встречу, о которой сказал Сергей Евгеньевич, который проводит президент на тему формирования большого правительства. Не уверен, что я в нем окажусь, но если я опоздаю, я в нем точно не окажусь. Поэтому прошу прощения, успехов вам большого. – Hello, my name is Glenn Cozart. I'm a senior at the University of Pittsburgh. Last year I was a delegate, and this year I'm the American Journal editor. So my question is related to my research topic from last year with this program. We looked into President Medvedev's use of new media, like Facebook, Twitter, and LiveJournal, to connect with citizens online. Considering how much information my generation gets online, I'd really love to hear your comments on access to new media and how you see the government's role in using new media to connect with citizens. Thank you. Должен сказать, что новые технологии, в том числе в средствах массовой информации, в России развиваются, может быть, развиваются самыми быстрыми темпами по сравнению с другими отраслями и сферами нашей жизни. Иначе и не может быть, потому что средства массовой информации – это чрезвычайно конкурентная среда. И нашим средствам массовой информации приходится конкурировать не только на нашем российском информационном рынке, но и в глобальном масштабе, в глобальном информационном пространстве. И, на мой взгляд, такую конкуренцию наши СМИ выдерживают. И мы рассчитываем, что, так сказать, все новые последние технологии, которые в мире существуют, будут моментально внедряться вот в эту сферу. Спасибо. Багдина Буваева, МГИМО. Вы говорили о модернизации, и, соответственно, данный процесс должен затронуть всю Россию. У меня вопрос про оригинальную политику. То есть в 2005 году началась политика объединения субъектов. То есть с 89 субъектов количество сократилось до 83. Скажите, пожалуйста, будет ли продолжен курс на данную политику? И если да, то по каким критериям? Если раньше это затрагивало в основном автономные округа, то есть детализация их статуса. И затронет ли это также республики в составе России? Спасибо. Спасибо вам за вопрос, за тем, что внимательно следите за таким федеральным устройством Российской Федерации. Да, действительно, в течение предыдущих несколько лет количество субъектов федерации было сокращено путем или объединения, так сказать, или слияния нескольких двух регионов в один. Какими критериями пользуется правительство? Ну, конечно, критериями целесообразности и оптимальной управляемости регионами со стороны федерального центра. Чтобы делать следующие шаги в этом направлении, нужно, конечно, внимательно оценить риски, все плюсы и все минусы вот таких процессов и таких шагов. Уверен в том, что делать это нужно очень аккуратно. Ну, часто задают вопрос о возможности объединения в один субъект Российской Федерации двух регионов. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И мне этот вопрос задают еще и потому, что я участвую в выборах в Государственную Думу в качестве первого номера партийного списка от «Единой России» по Ленинградской области. Конечно, и журналисты, и жители города и области этот вопрос мне задают. Безусловно, я считаю, что нужно очень внимательно оценить и преимущества, и издержки, которые могут сопровождать этот процесс. Да, очевидно, ряд преимуществ такого более скоординированного использования потенциала, экономического потенциала вот такого большого региона, как Санкт-Петербург и Ленинградская область существуют. Но при этом надо понимать, что есть возможность и сегодня уже на различных таких координационных площадках использовать это преимущество. Вот совсем недавно я вместе с моими коллегами проводил в Петербурге заседание Координационного совета по развитию транспортного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это острая проблема, поскольку регион Петербурга и области являются таким мощным транспортным узлом России, через который осуществляется и большой объем внешней торговли Российской Федерации. И просто вне координации развития транспорта города и области нельзя России в целом использовать вот такого рода преимущества. Поэтому возможность, повторяю, координации существует и такие площадки нужно более эффективно использовать. Спасибо. Александр Курчин, четвертый курс факультета международных отношений в МГИМО. Хотелось бы вам задать вопрос по поводу торговых отношений между Америкой и Россией. Авторитетные издания, такие как The Economist и The New York Times пишут, что торговый оборот между нашими странами снижается постепенно, и времена кризиса еще больше его снизили, и даже приводятся такие цифры, что годовой оборот между Америкой и Россией примерно равняется ежедневному обороту между Канадой и Америкой. И хотелось бы вас спросить, необходимо ли России вступать в ВТО для того, чтобы улучшить данную ситуацию, и как вообще вы могли бы прокомментировать данное состояние торговых отношений между нашими странами? Спасибо. Спасибо. Прежде всего о нашем пути в ВТО. Мы не случайно, очень упорно, как я уже сказал, в течение 18 лет ведем интенсивные переговоры по вступлению во Всемирную торговую организацию, и нам важен, так сказать, не сам политический факт вступления России в ВТО, а нам важны те экономические преимущества, которые для России последуют от этого события. Поэтому, повторяю, мы так вот тщательно и скрупулезно ведем эти переговоры, отстаивая экономические интересы Российской Федерации. Не все страны, должен сказать, на своем пути преследовали такие цели. Для кого-то был важным сам политический факт вступления в ВТО, может быть, в экономическом плане некоторые страны и потеряли. Но я рассчитываю, что в перспективе все равно для всех это интересно. Теперь, что касается развития наших двухсторонних экономических отношений и торговли между Россией и Соединенными Штатами, для Российской Федерации и Соединенные Штаты это все-таки важный экономический партнер, хотя и не самый большой. Самый крупный наши партнеры и самый большой объем торговых операций у России традиционно со странами Европейского Союза, с нашими партнерами по Содружеству независимых государств, прежде всего Украина, Белоруссия, Казахстан, традиционно большой объем торговли с Китаем, с Японией. Это объясняется и рядом таких исторических факторов, предыстории наших торговых отношений. Это определяется и географией. Но, повторяю, тем не менее, мы заинтересованы в расширении торговли Соединенными Штатами Америки. Мы понимаем, что таким, может быть, приоритетным направлением торговли Соединенными Штатами является торговля товарами с очень высокой добавленной стоимостью, высокотехнологичными товарами. И тот факт, что объем торговли после 2008 года снизился, он понятен. Это влияние глобального экономического кризиса и такое же временное падение мы наблюдали в нашей торговле, в цифрах нашей торговли практически со всеми нашими торговыми партнерами. Но вот сейчас, уже в 2011 году, по большинству направлений мы можем констатировать, что мы возвращаемся к тому уровню торговых операций, который существовал между Россиями и другими странами до 2008 года. То же самое будет и с Соединенными Штатами Америки. Спасибо. Добрый день. Перкова Анна, студентка факультета МОМГИМО. Сергей Евгеньевич, я хотела задать такой вопрос. Вот недавно прозвучало такое выражение, как импорт мозгов в связи с необходимостью модернизации. Вот я хотела спросить, как параллельно с импортом мозгов не допустить и экспорта мозгов? Потому что известно и многочисленные общественные опросы показывают это, что многие молодые выпускники, молодые специалисты считают, что их возможности для самореализации они могут найти не только в пределах России. Как, по-вашему, что делается и что должно быть сделано для того, чтобы Россия стала конкурентоспособной и наши выпускники, наш кадровый потенциал работал в нашей стране? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, ответ, конечно, очевиден. Я думаю, что даже вы его знаете сами. Нужно решительно идти по пути модернизации всех сторон жизни. Экономической модернизации, модернизации политических, общественных институтов и создания условий, в которых работа в России была бы не менее интересна и привлекательна, чем в других странах. Спасибо. Меня зовут Арман Аракелян. Я студент Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. Я хотел спросить такую вещь. Вы говорили о инициативе наших студентов, о том, что это сила, которую нужно использовать, о том, что у нас есть много идей. Я знаю многих студентов, которые хотели бы начать свой бизнес. Какой-нибудь маленький, но все-таки свой бизнес. Известно, что любая экономика, она стабильна, если есть малый бизнес, малый и средний бизнес. Может быть, есть в планах правительства какая-то программа для помощи студентам, даже для стартапа, что-нибудь, как помощь в консультациях юридических, каких-то даже вопросов. Потому что на самом деле ребятам очень много не хватает именно информации по поводу реальной практики бизнеса. Достаточно будет даже каких-то тренингов с действительными бизнес-учреждениями. Было бы на самом деле очень здорово. Собственно, такой полу вопрос. Спасибо. Спасибо. Я, наверное, не назову всех шагов, которые делает правительство в этом направлении. Но хотел бы упомянуть один закон, который по инициативе президента был принят совсем недавно. Это закон, который дает дополнительные льготы для предприятий малого бизнеса, которые формируются на базе высших учебных заведений, университетов и учреждений Академии наук. Закон дает возможность очень быстро создать эти малые предприятия и дополнительные налоговые льготы, если мне память не изменяет, в части налога на имущество. Мы чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы вот такие малые предприятия и создавались, и работали именно на базе университетов, еще и потому что чаще всего эти малые предприятия имеют свою такую инновационную направленность, в чем, собственно, страна сейчас, как мы сегодня несколько раз об этом говорили, в большей степени заинтересована. И понятно, что в таких малых инновационных предприятиях, созданных на базе высших учебных заведений, университетов, могут, а может быть даже и прежде всего должны работать студенты. Спасибо. Уважаемые друзья, к сожалению, я тоже должен покинуть вас, оставить с преподавателями, с участниками. Я очень благодарен вам за тот искренний интерес, который вы проявили ко мне, ко моему коллеге Аркадию Дворковичу. И к тем я благодарен за те вопросы, которые вы задали, и по характеру вопросов я понимаю, насколько глубоко вы знаете и анализируете ситуацию, в том числе ситуацию в области двусторонних отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки. Ну и если есть такая заинтересованность с вашей стороны и внимание к этим проблемам, значит у нас хорошее будущее. Спасибо вам большое. На behalf of all of us, I'd like to say спасибо большое, Сергей Евгеньевич, and all the best to you. Спасибо. Спасибо. Спасибо.